Украинского музея, а в 95-м году только вернулась мощь, и праздник, кстати, в 95-м году был основан еще один праздник, 9 июля, день перенесения мощей на Столобенскую. Вернулась и скульптура. Конечно, работали художники-реставраторы, объяснилась преподобина Столобенского. Отслужили, все, пошла работа, все сладилось, и потом на других проектах тоже работали. Вот так вот, по манерам преподобного получилась такая вот ситуация, где целая бригада людей дружилась в дружном коллективе. Все гневшие, все многое веставрировалось, кое-что было подарено из храма в Тверской области, кое-что покупалось. Ну, как видите, преподобный у нас изображен в основном на фоне монастыря, поэтому, зная об истории, в частности, каменных сооружений, можно приблизительно определить какого-то летнего икона. У нас икона 18-го, 19-го, 20-го, даже 21-го. Мы поместим еще парочку старинок, мы посмотрим.